Смастерить поделку, проявить смекалку, продемонстрировать физическую силу. Калейдоскоп конкурсов и заданий ожидал ребят на детском празднике в микрорайоне Чкаловский, город мастеров, организованном в преддверии Дня защиты детей. Я желаю вам всем хорошего настроения, чтобы сегодня все конкурсы, мероприятия для вас прошли замечательно, и чтобы каждый из вас, и ребенок, и взрослый, обязательно с этого мероприятия унес частичку нового, того, чего он не знал. Я вас всех поздравляю с наступающим летом. Мы ждем вас в загородных оздоровительных лагерях, где вы продолжите показывать свое мастерство, которое приобрели в своем, непростом, наверное, для всех, учебном году. С праздником вас! Праздничное мероприятие развернулось на двух площадках. Возле Дома культуры имени Чкалова раскинулся «Играй город» – своеобразная выставка, где можно было полюбоваться произведениями декоративно-прикладного творчества, а также смастерить подделку самому. А вот основная интерактивная часть поджидала ребят в так называемом Чкаловском парке. Самые любознательные приняли участие в квесте. В смекалке соревновались 10 команд мальчишек и девчонок. Они будут участвовать в мастер-классах, они будут участвовать в оказании первой помощи, они будут узнавать, какие музыкальные инструменты. То есть много-много-много всего. И плюс будут участвовать в конкурсе актерского мастерства. Разнообразие заданий позволило участникам проявить себя в различных сферах. И несмотря на детский возраст, сражались все по-взрослому. Собирала всю свою команду. Вчера всю ночь сидели, собирали, только все узнали. Я настроен победить. Мои друзья тоже настроены. И я считаю, что мы выиграем. Принять участие приехали и команды из других поселений Щелковского района. За победу сражались девушки из медвежьей озерской школы. Они отметили, такие праздники важны. Ведь они дают возможность проявить себя и познакомиться с новыми людьми. Особенно интересным участницам показался конкурс питомцы. Много вопросов интересных, на которые представитель нам сам отвечал и рассказывал про все. Подробнее рассказывал о том, как нужно ухаживать с животными. Несмотря на всеобщий боевой настрой, главным состязанием была не победа, а приобретенный опыт. Каждый унес с собой частичку новых знаний, которые, возможно, пригодятся ребятам в будущем. Дарья Соснегова, Александр Оржевский и телерадиокомпания Щелкова.